И у нас первый докладчик, Айк. Встречаем. Всем привет. Так, у меня эта штука классная. Я буду начинать эту историю. Это будет немного тяжело, я думаю, потому что рано утром, все дела. Так что готовьтесь. Вот. Это название моей истории. Это попытка поизучать, что такое best practices с точки зрения математики программирования. Что вообще это из себя представляет? Можно ли найти какие-то закономерности математические? Не только из опыта, который у нас появляется лет 7-8, когда мы программируем, становимся сеньор-разработчиками. Вот такая история. Меня зовут Айк. Это мои контакты. Я инженер в VeChain. Это классная компания, в которой можно поделать блокчейн по-настоящему. Это, наверное, одна из немногих компаний, где это есть на самом деле. Вот. И поехали. О чем вообще речь? Вот прям серьезно, если говорить. У нас у всех, когда мы пишем программы, когда мы переходим из junior в middle, есть этап, когда мы должны или же приходим к осознаванию, что есть какие-то проблемы. Есть непонимание того, почему маленькие функции работают лучше. Это понимание у нас приходит только если мы на самом деле делаем это 6, 7 или 8 лет, когда мы сознаем, что это действительно работает. Но вот почему это работает, у нас никогда нет ответа. У нас есть только вопросы. Мы спрашиваем сегодня разработчиков, а те говорят, чувак, вот почитай эту книгу. Или же чувак, делай это. И ты, может быть, когда-нибудь поймешь. Если же мы сможем это убрать, если мы сможем дать ответ сразу же, у нас есть возможность сократить время до того, как ты станешь сегодня разработчиком, допустим, на 3 года. Это было бы классно. Все хотят стать быстрее крутыми разработчиками. В математике, допустим, когда вы учитесь в университетах, вам дают это с самого начала, вам дают все основы, что нужно. И вы можете на самом деле все вывести сами, если у вас достаточно мозгов, конечно. Если так, то можно попытаться то же самое найти в программировании. Об этом моя история. Но мы начнем издалека. Мы начнем с авиации. Да, это просто параллель хорошая. В начале 20 века, в конце 19 века, чуваки пытались построить этажерки, которые могли бы полетать. У них было ничего, кроме опыта, кроме того, что они видели птиц, или же там видели, как планеры могут летать. И они пытались на основе этого придумать, как сделать самолет. Они это делали, делали. Первый полет появился у братьев Райт, допустим. И это было еще начало 20 века. Но тогда еще не было понимания физики процесса. И только к 20-м годам настоящее понимание пришло. Там был такой классный чувак, зовут его Мунк. Он придумал аэродинамику крыла. Он придумал, как посчитать крыло и сделать, на самом деле, выводы про то, как нужно строить это крыло. И после этого у нас появились настоящие самолеты. У нас появились бомбардировщики, допустим, те же самые серийные, которые могли летать, которые весили много-много килограмм, тонн. И они позволили нам по-настоящему открыть потенциал полета. То же самое можно сделать в программировании. Мы можем посмотреть на эмпирический опыт, который у нас набрался, сконцентрировать его, дистиллировать его, понять, что из него является выводимым, то, что можно вывести из какой-то базовой сущности, которая легко математически доказуема. И после этого, возможно, мы сможем понять, что это лучшее про то, что мы делаем каждый день. Об этом речь. Есть такая книга. Все знают ее, я думаю. Это офигенно классная книга. Это 400 страниц отличной книги. Она была переиздана, вот им писал, 41 раз, уже 42. За это время, пока я это готовился, она переиздалась еще один раз. Ее продали уже больше 500 тысяч раз. И штука в том, что это 400 страниц, где чуваки пишут про свой опыт. Ничего больше. Они пишут про свой эмпирический опыт. Они классные, они крутые, но у них нет ответов, кроме того, чтобы словами расписать, и сказать, вот так вот, вот так вот, вот так вот работает, потому что мы это проверили на себе. Ни больше, ни меньше. Если бы можно было сделать это математически, то можно было бы сократить до одной формулы или до двух формул. И тогда никому не нужно было бы париться, считать 400 страниц книг, иметь библиотеки большие, и можно было бы просто сидя у себя за компьютером, спокойно на бумажечке или там, не знаю, через любую вести все это. Так что вот, я не нашел ответа, если что. У меня нет математического доказательства. Но у меня есть прекурсор. Если вы знакомы с темой этой... Да, есть прекурсор того, как это можно сделать. Я расскажу вам это. Возможно, в следующий раз, допустим, в декабре, у нас там был в декабре еще медитейшн, я расскажу плавные стеры. Но я расскажу сейчас сначала, чтобы вы могли сами к этому, может быть, прийти, может быть, умнее меня. Начнем мы сначала. В программировании самая базовая сущность, которая есть, это композиция. Все мы знаем, все мы используем каждый день. Любую программу можно развести до композиции. Композицию функций, очевидно. Любая программа, даже если там синтаксис такой, что вы пишете циклы, цикл тоже функция. Цикл тоже можно представить как композицию. Все можно развести в композицию. Это самая базовая сущность. Но композиция сама по себе, которую мы знаем в каждодневном программировании, это не совсем та композиция, которая математическая. Которая математическая композиция, она определена в теории категорий. Моя любимая тема. Я ее люблю рассказывать каждый раз. Штока в том, что мы можем определить композицию в теории категорий. Это то, что является матемическим началом программирования, компьютер-сайенс вообще в целом. И если мы это сделаем, мы сможем уже получить какой-то вот минимальный набор аксиом, прям настоящих аксиом, которые можно использовать. Мне придется вам рассказать про теорию категорий, потому что придется, чтобы понять, о чем речь. Это, типа, самая сложная часть, если честно. Мне всегда есть проблема ее объяснить нормально. Но я, типа, придумал выход. Я придумал. Окей. Начнем с этих пяти функций. Нотация всем понятна? Это пять простеньких функций, которые делают преобразование одного аргумента в другой тип. Ничего сложного, ничего реально криминального. Ее можно представить иначе. Ее можно представить в виде диаграммы. Я люблю рисовать диаграммы. Это то, что я потратил основное время подготовки этой презентации. Чтобы все это красивенько было. В общем, та же информация, только в графическом виде. Из этого графического вида мы видим, что мы можем сделать чуточку больше из этих пяти функций, чем было вот в виде текста. Композиция — это как раз про то, как это сделать. Вот эта штука, которую я показываю, это на самом деле маленькая категория. Категория — это набор объектов, в нашем случае это типы, которые соединены стрелками. Все. Это реально все, что можно сказать про категорию, то, что важно. Если определить эту категорию таким образом, то там появляется такая сущность, как композиция категорическая, математическая. Она значит, что мы можем, если имеем две функции, соединяющие... У меня есть тут указка? А где она? А, если у нас есть две... Так. Если у нас есть две функции, которые объединяют и одной тип с другим типом, то мы можем найти другой стрел, который идет напрямую. Это, в общем-то, и есть композиция. Умение находить эту новую функцию, которой не было в начальной данной категории сущности. Она такая же равноправная функция, как и все остальные. В ней ничего нет того, что нету в других. Но она делает то, что делали эти, напрямую. У нее нотация через вот эту круглую штучку. Это как раз оператор композиции. Забить ее. Это просто терминология. Это нотация, которая будет через все эти слайды, потому что она красивая, легкая и приятная. Делать ее немного математичнее. Но, по сути, это просто применение функции по очереди. А мы используем эту вот штучку, точечку, для того, чтобы убрать аргумент. Вот здесь вот аргумент есть. Здесь тоже он есть. Но аргумент можно отпустить. Это будет как раз вот это point-free. Все слышали, наверное. Хаскель сидела. Вот это как раз оно и есть. Это вот point-free нотация. Есть вот эти функции, которые идут от типа к типу. Это циклические функции. Это identity функции мы их называем. Композиция с ними, что слева, то что справа, да и тот же результат, что был изначально. Не меняется тип. Общий. В этом идея этих identity functions. И если мы пойдем чуть дальше, мы пойдем к этому. Я просто убрал все буквы лишние. Оставил только по одной в каждом случае. Это та же самая информация. Но здесь я добавил информацию про то, что есть правила аддитивности. Неважно, как мы группируем композицию, результат один и тот же. Вот и все. Это вот то же самое, что сложение. Мы можем сложить слева, сложить справа. Получим ту же самую штуку. Вот и все, что нужно знать про композицию. Тут один момент есть. Я не буду вдаваться в деталь. В теории категории есть много классных штук. Есть типа там монады, есть там функторы. И из них можно вывести очень много best practices. Вот прям дофига всего можно вывести из них. Но это было бы слишком долго, и у нас нет двух дней. Поэтому я только расскажу, что можно из композиции вывести. Вот. Начнем с этого. Начнем с самого простого. Все знают, о чем речь. Но не совсем. Никто не знает, что не повторять. У нас каждый раз, когда мы обсуждаем в pull-request, у меня лично, это проблема того, что типа что мы не будем повторять. Одни предлагают не повторять тела функций, какие-то нотации внутри, там циклы какие-то. Другие предлагают не повторять сущности. Другие, третьи предлагают не повторять, как сказать, объекты, в смысле абстракции. Но, раз у нас нет ничего, кроме композиций, функций и объектов, типов, то проще всего рассказывать про то, что не повторять функции, потому что у нас нечего другого повторять. А типы являются просто входом и выходом. Они ничего нового не добавляют к самим функциям. У нас вся суть сводится к функциям и композициям. Тогда у нас получается, что нужно повторять функции. Это уже было легко. Но посмотрим на такой пример. Это то же самое, что было раньше. Такая же категория. Но здесь есть всего лишь три функции. И две функции, как видите, между двумя объектами. Вот эти вот f и g. Они идут от двух объектов, между двумя объектами, как и было. Так вот, если мы их будем композировать, мы получим такую картиночку. Мы получим две новые функции. А композиция верхней и композиция нижней функции. Они эквивалентны. В типах они эквивалентны. Они ничего нового не рассказывают. Поэтому можно одно из них убрать. Как можно одно из них убрать? Мы можем брать оригинальную функцию. Либо f, либо g. И таким образом мы получаем то, что композиция, эквивалентность функции в рамках композиции есть то, что нам не нужно повторять. Это то, что мы можем вынести из только вот этой маленькой истории про композицию и про функции. Я много говорю о композиции. Если посмотреть на нее практически, из тех функций, которые мы и так знаем, композиция функции, которая одна берет длину строки, а другая просто меняет ее регистр, они одинаковы. Они ничего нового не рассказывают друг другу. Тут есть классный момент. Если вы обратили внимание, типы у этих двух функций tooLowr и tooUpper, они одинаковые. Их можно смотреть как на ID-шники, как на хэши, если в криптографии говорить. Если хэш совпадает, то нет никакой разницы, какой был изначальный объект. Потому что они получаются эквивалентны в этом смысле. Это то же самое, что происходит, когда коллизия, когда мы берем хэш из двух разных объектов, мы получаем один и тот же хэш. То же самое здесь. И по идее это говорит нам о том, что если у нас в программе нужно получить новую функцию, которая берет заданный тип и возвращает другой тип, можем просто где-то, допустим, в стандартной библиотеке поискать функцию, у которой такой вход и такой выход. Не важно, что, как они это внутри делают, нам просто важно, что этот ID-шник совпадает, хэш совпадает. И знаете, что это? Так уже делают. Классные чуваки, которые делают хаскель, придумали штуку, которая называется Hoogle. И мы там делаем просто поиск по типу. Во всех библиотеках, которые есть доступны в хаскеле, ты просто вводишь тип функций, которые ты хочешь получить для того, чтобы сделать свою сдачу, и ты получаешь список функций во разных библиотеках. Это просто берешь и используешь. Не важно, как конкретно реализована эта штука. Ты знаешь, что она будет композировать с твоими функциями, а поскольку хаскель весь функциональный такой, это работает идеально. Это история про dry, в общем-то. Это все, что можно про него сказать. Кроме того, что есть второй момент. Dry такая большая штука, но она эмпирическая. Тот dry, который мы знаем, она эмпирическая, то, что пришло из опыта. Зачастую эмпирические знания, они объединяют в многом других низкоуровневых математических знаний. Несколько концепций, которые можно вынести здесь, математически, объединяются вместе для того, чтобы получить dry, который мы знаем из опыта. Поэтому вторая часть dry, которая более интересна, может быть, даже, она выводится через kiss. В общем-то. С этой еще большая проблема, потому что никто не знает, что такое simple. Никто не знает, что такое просто. Есть такая классическая история про Ruby и Go. Мне нравится просто. Это группа для людей. Они реально противоположны полностью. В Go простота значит, что ты имеешь одинаковое или максимально примитивное тело, примитивное описание. То, что не направлено на то, как это будет использоваться, а на то, как это будет написано. В Ruby другой подход. В Ruby простота значит, простота для разработчика написать то, что семантически для него будет корректно или будет логично. Это значит, что в Ruby много алиасов. Одни и те же функции названы иначе, 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 для того, чтобы это было семантически хорошо. Мы попытаемся найти, кто прав. Но вы знаете ответ, я думаю, уже. Sorry. Да, Haskell рулит. Такая штукавина — это категория с пяти объектами и четырьмя функциями. Все в ней довольно примитивно и просто. Если мы пытаемся композировать и получить новую функцию в ней, представим, что это наша программа, которая есть, которую мы написали. Представим себе, что мы работаем в Scrum, и нам каждую неделю нужно все переделывать. Это значит, что нам нужно будет удалить предыдущую функцию и написать новую функцию, потому что у нас есть возможность только сделать одну новую функцию через композицию. Но если бы мы смогли написать такую же штуковину, с теми же объектами, получить те же самые функции, и при этом так, чтобы мы могли менять их каждую неделю, перекомпоновывая, не написав ни одной новой функции, мы бы на самом деле стали классным разработчиком. Вообще цель того, чтобы быть классным разработчиком, не писать ничего нового, так? Мы теперь переиспользуем, переиспользуем, и все. Мы можем это сделать. Мы должны всего лишь убрать часть функций. Это четыре функции и одна композируемая функция, которая есть. Четыре функции всего пола. Правильно посчитал? Да. Та же самая объект. Но если мы удалим две стрелки, которые были A, D, функция K и функция G, и создадим новую функцию, которая идет от B и к C, и от C к... Чего у меня там? Да? Да. От C к D, то у нас получится такая новая штуковина, в которой есть пять новых функций. Прямо мы можем сделать реально хорошую пиктограмму, вызвать сатану, и вообще победить мир. Здесь есть все те же функции, что были в предыдущей, если вы увидите, но при этом есть еще другие функции. Это значит, что мы можем... Они потенциально там есть. Это не реально есть, в смысле, можем их просто сделать через композицию. Раз, два и к этому. Штука в том, что с этой программой мы можем ее реально переделать каждый день. Мы можем сказать, что в этот день мы берем, поскольку у нас бизнес-требования поменялись, и начинаем считать не от A, а, допустим, начинаем считать от C и получить тот же самый, какой-то результат, но уже другой. Не написав ни одной новой функции, мы просто используем то, что уже есть. Тогда получается, что смысл простоты здесь, вот из этих двух вещей, вытекает в понятие комбинаторного взрыва, если вы знакомы с этим термином, про то, что добавив маленькую одну функцию, в нашем случае две, мы получили намного больше информации, намного больше в этой системе, чем было изначально. И таким образом, простота — это просто какая-то матемическая мерка. Она реально простая, ее можно почитать на бумажке, которая значит, сколько новых функций ты можешь с ней создать, сколько сможешь ты с ней закомпозировать. Вот, кстати, вот все пять этих новых функций, которые мы смогли создать с помощью этих четырех. Тут есть все те же, что были раньше, плюс еще три новых, которые позволяют нам не писать новых функций каждую неделю. Эта мерка того, сколько новых композируемых функций мы можем получить, она и определяет уровень простоты. Чем больше этих новых функций, которые она дает, тем проще эта самая функция. Самая простая функция, та функция, которая как минимум удваивает. Но у нас есть функция, которая на самом деле делает факториал от текущих функций, от количества текущих функций. Факториал новых композиций. Это же круто. Это самая простая примитивная функция. Это ID. Она берет вход и выдает тот же самый вход, что и был у нее изначально. Тут есть классная история. Вот эта ID функция, которая будет работать на одном типе, она не будет создавать факториал, она будет удваивать только для этого типа. А если она будет generic, то чего в Go нет, кстати, до сих пор, то она как раз и будет давать факториал новой функции. Это супер круто. И это получается самая примитивная функция, которую когда-либо кто может написать. И это вот есть, в общем-то, определение простоты. ничего реально сложного. Следующая часть. Да, в этой истории мы можем сделать три классных вывода. Первый, Ruby рулит. Подход Ruby, в котором ты можешь выражать как можно больше, использовать как можно более простые функции, он реально выигрывает. Другой момент, писать простые функции сложно, потому что нам пришлось переделывать оригинальную штуку, вот эту вот, которая у нас была, убрать ее, чтобы найти новые маленькие функции, которые это делают. И то, что у нас есть внутреннее желание написать более простые функции или более абстрактные сущности, более абстрактные функции, которые будут делать, то, что у всех у нас есть, то, что мешает нам сдавать наши работы в срок, это на самом деле имеет под собой реально хорошую математическую основу. Это не просто какая-то сущность, которая у нас есть, просто какое-то желание, это вот реально хорошая тема, которую мы можем использовать. Третий момент, который мы можем из этого сделать, третий вывод, который тут есть, он про то, что вот этот подход, в котором мы находим самые примитивные функции, самые простые функции, он недостаточен. Тут есть то, что есть длина у этих стрелок, если вы видите, они разной длины получаются, вот эти вот маленькие функции, которые мы добавили, но длина не определена математическую. Я не смог ее определить, точнее, я могу ее определить, но не в терминах композиции. Это типа как раз та часть, которая может помочь с нахождением более простых функций. Это вот то, что вы можете сами подумать, прийти к выводу, там нужно по факту посмотреть на маппинги между категориями, в общем, функторами получается. Вот, это вот история, которая именно с этим связана. У меня тут дальше есть два очень абстрактных момента, абстрактных слайда, которые вот как раз побольше рассказывать, побольше обсудить, но важно, чтобы вы поняли dry и kiss. У всех есть понимание, о чем я говорил сейчас про эти две истории? Нет? А что, в чем сложность? Мне кажется, это важный момент, который я, наверное, должен был сказать. Реальное тело функций мы не рассматриваем, потому что оно не говорит нам ничего в терминах категории или композиции. Оно говорит нам только в терминах реализации. В терминах композиции или вот категории никогда нету понятия конкретного преобразования. То есть там uppercase или lowercase, если делаем строку и композируем ее. Оно не имеет особо большего значения. То же самое не имеет большого значения, какие конкретно типы. Вот те типы, которые я в самом начале показывал, что там было у меня? Строка, число. Да, у меня были строка, число и boolean. Мы про них тоже забываем. Мы не забываем, что там есть бесконечное число строк конкретных, которые можно использовать. Есть ASCII, UTF и все прочее. Мы смотрим на один уровень выше или же, если можно подумать, на один уровень ниже. Это как туз. Мы смотрим и сверху, он типа выше короля, и он ниже двойки все одновременно. То же самое и это абстракция. Она очень базовая и одновременно он очень верхний, очень абстрактный, очень... Да, очень абстрактный. Как это нам позволяет решать практические задачи? Тут как раз ценность в другом. Практическая задача... Если практическая задача похоливарить, то все нормально. Надо писать программу, да? Мы используем терминные категории, и мы просто пишем по старинам. И как терминные категории по-газу лучше записали программу, которая не самая старинная? Вот тот пример, который я проведел про dry, про ID-шник у функций, про ID-шник у типов, которые есть. Это вот уже, типа, прям реально практический опыт, который можно применять вот прям сходу здесь и сейчас. Я не понимаю, как вам будет ID-нести функцию использовать? Не-не, ID-шник я имел в виду... Качество кода. Sorry. Я имел в виду... Вы говорите, что там этот ID надо использовать, но ID-нести функция помогает у... Нет, я имел в виду ID-шник именно хэш-функции, вот этот тип функции, вход и выход. Это то, что уже прямо сейчас можно взять и начать себя перенимать. Google... Я, по крайней мере, не понимаю... Скажите, кто понимает вообще, как вот мы... Вот, например, я пишу программу, да, мне нужно там получить из какой-то типа или... А, кстати, входных аргументов, что может у функций быть много, да? То есть там не обязательно один стринг во входе. Там будет еще одна стрелка просто. Это через корирование определяется. Это функция, функция, функция. Ну, не знаю, мне пока непонятно, как это улучшит практическое написание кода. Ну, то есть, ну, программисты же пишут код какой-то, который нужен для практики, а не для того, чтобы там в теории категории что-то написать, да? Да, вот для практики, пример очень простенький. Вам нужно определить новую функцию для... для робота ARM какой-нибудь. Вы знаете, какой есть вход у этого, какой есть объект в базе, допустим. И вы знаете, какой вы хотите результат получить. Вы знаете типы. Вы знаете объекты, которые должны быть, так? Еще у нас в условиях прописано, какие должны быть преобразования на входы, и получить выходное. Да. А вот поисковая система, она... То есть это... Поисковая... Это вот типа был пример ее одной. Представь себе, что у тебя есть в своей программе в коде, который у тебя есть. Поиск по ID-шникам, по хэшам функций, которые все уже есть в твоей программе. Включай те хэши, которые... Да, это не история про то, что сейчас вот пойти, открыть там MacBook и начать уже вот это вот переписывать все на что-то. Это история про то, как посмотреть на это, на концептуальный, поменять взгляд. Если концептуально начать рассматривать свою программу и код, который есть в твоей программе, все функции, которые есть, все преобразования, которые есть, методы в твоей программе, как возможный поиск по ним, как хэши нахождение по ним, то можно таким образом уменьшить. Это все теория, которая далека немного от практики, от практики написания программ, нормально. Программ, которые используют, нужны всем, а не программ, которые нужны для того, чтобы разработать какую-то математическую или теоретическую базу. Не, вот это вот то, что я рассказываю, это как раз про практическую часть, про то, что ответы, которые кажется, что их нет, или кажется, что эти ответы там придут через 7 лет. 7 лет – это просто обстоятельство, на число, сколько лет нужно, чтобы стать неразработчиком. Вот убирается этот момент. Понимание. Я только про эту часть рассказываю, на самом деле. Я рассказываю про то, как можно это понимание прийти из более примитивных, простых концепций. Логично. Просто нужно время, чтобы понять это. Да, но это не 7 лет, это уже, типа, сколько, 30 минут, сколько я рассказываю? Это довольно неплохой выигрыш по времени, я скажу. Ну, окей. Отвечаю на твой вопрос. Другую часть. Про практическую сторону. Есть холивар. Большой, красивый, про то, что лучше абстрактные функции, которые делают generic функции, мы их называем так, или же более примитивные, простые функции, которые делают одну маленькую вещь. Из самой сути программирования в computer science это определено четко и понятно из того, что я рассказал. Если мы возьмем dry, возьмем kiss, вот эти две штуки, которые мы взяли, то мы придем к выводу, что холивар на самом деле нет, что нужно писать самые простые функции, а самые простые функции это самая абстрактная функция. Это вот... Ну, я просто на счет первого согласия насчет коронавра можно поспорить. Можно спорить сколько угодно, но с математикой не поспоришь. Ну, ты можешь спорить со мной, но не со слайдами. Да, и вот тут вот про embrace abstraction все слышали, наверное, думаю, если нет. Это вот подход, который есть в том, чтобы писать, используя максимальное число абстрактных вещей, которые есть в языке, в тулзах, которые у тебя доступны. То есть, используя самые мощные и при этом самые абстрактные сущности, самые абстрактные инструменты для того, чтобы решить задачу. И эта проблема в том, как учет джунеров-заработчиков. Используется как раз самое примитивное для того, чтобы решить задачу. Мы все пытаемся думать и пытаемся научить людей, что нужно так делать. Но сами потихонечку в своих маленьких проектах пишем гигантские маленькие функции, которые делают все и вся через очень простые преобразования, через дженерики. Мы все любим, когда мы встроим дженерик сущности и они начинают работать, хорошо работать. Так вот, Atempress Abstraction, он как раз про это, про то, что из этого двух выбирается для реального проекта, для большого проекта. Получается, что если мы возьмем Dry и Keys вместе, мы получим как раз определение того, что лучше работать будет на большом сроке, когда нам нужно ментейнить проект два года, три года. Это перейти от всех этих маленьких простых сущностей, от не меня, от всех маленьких простых функций, которые есть, которые очень прямильнейны от одного конкретного типа к другому конкретному типу, к функциям, которые будут над большим числом объектов, над большим уровнем абстракции. Потому что, вот то, что я начал говорить, про то, что у нас есть типа Tooth, который и внизу, и сверху. Мы получим систему, в которой одновременно мы пишем очень абстрактный код, но при этом, который является самым низким уровнем. Его можно перекомбинировать так, как нам хочется, для того, чтобы получить программу, которая изменилась, вот буквально требования поменялись вчера, да, и нам нужно это сделать. Мы не будем писать ни одной из строчки кода, мы просто пересоберем из наших абстрактных сущностей. Да, но практический пример, вот хороший практический пример. Вы пишете библиотеку. Все так делал. Окей, не все. Но, в общем, вы писали библиотеку. В ней очень много функций, в ней очень много методов, очень много объектов. И вот задача, как ее сделать красиво, удобно для разработчика. С точки зрения написания библиотеки, вот эта теория как раз полезна, да? Да. Нужно сделать... Комбинаторную документацию? Да, да, да. Написать самые примитивные функции, самые простые в этом термине. Сделать так, чтобы были минимальное количество функций между разными объектами. И таким образом ты создашь идеальную библиотеку, которой легче всего пользоваться, потому что у нее четко понятна область определения, и при этом же ее использовать для того, чтобы создать вообще любую программу, будет намного проще. Это вот типа хорошая теория для того, чтобы взять и использовать для написания стандартной библиотеки. Я хотел переделать эту всю презентацию про то, чтобы рассказать зачем, почему Go плох, если честно. У меня было такое желание, но я решил, что это лучше сделать с вывода самим, потому что если вы знакомы с этим языком, мне просто приходится писать на нем уже пять месяцев. Да, я это... Да. В общем-то, он натолкнул меня на то, чтобы прийти к этому выводу. И вот в этом Go совсем противоположный подход к этому всему. И этот подход, он вроде как популярный, но он направлен как раз на вот эти вот джуны разработчиков, на тех, которые только начинают свою карьеру, которым не нужно это понимание. Но если мы сможем этим людям дать минимум знаний, которые они могут использовать для того, чтобы понять на том уровне, на котором сегодня разработчики разбираются в теме, тогда мы получим язык, который будет очень абстрактный, очень простой, и при этом же очень мощный. Самый мощный язык, который мы знаем. Идрис на самом деле. Ну да, Кристалл тоже хорош. Но он не как Go, у него компиляция устроена покруче. У него там... Они, по-моему, одного возраста, если честно. У Кристалла есть классная история. То, что я рассказывал и недорассказал. Это теория графов, получается. Если посмотреть на программу, вот такую же программу, в которой мы знаем четкое понимание входов, выходов, функций, которые есть, мы можем ее оптимизировать автоматически под нашу сдачу. Нам даже не придется ничего писать. Она полуавтоматическая, на самом деле, потому что нужно будет подсказки сказать, что мы хотим получить на выходе. Она может переопределить функции, убрать лишние функции и сделать минимально компактную программу, которая будет работать лучше всего. Хороший пример для этого — это функция, которая знает, которая берет и считает, точнее, сортирует массив. Если сортировка маленького массива, то там алгоритмы, которые дают сколько там получается, N-Log, у которых сложность выше, для маленьких этих самых массивов работает лучше, но они работают для больших массивов. Если программа будет знать про это, если она узнает, какой массив на вход, она может переопределить полностью весь алгоритм сортировки, использовать другую. И это как раз тема про то, что можно из этого сделать. Но это такая глубокая история про то, что разработчикам языков можно из этого вынести. Есть язык, который называется Clean, если кто-то слышал, Concurrent Clean. Он это использует везде и всюду. Есть язык, который вы знаете точно, это Rust. Он тоже использует ту же самую историю. Они используют это вот все, что я рассказываю и чуть больше, для того, чтобы определить область применения области работы с памятью, точнее с ownership данных. И это работает так, что типа есть один ownership, а это вот, если посмотреть на эту штуку, то видно, что тут ownership по факту нету. Типа он, есть вход, где он тут? Есть вход, есть выход, и нигде эти данные не сохраняются. Этот принцип в Rust как раз использован, только он это завуалирован, и его нужно там увидеть. Ну, да. Окей, я нарассказал всего. Давайте я расскажу последнюю штуку про separation of concerns. Это классный момент про, типа, такая легкая штука про диаграммы, про это представление. Все мы знаем, что такое separation of concerns. Это когда мы пытаемся разделить ответственности так, чтобы абстракции не вытекали из одной области в другую область, в более широкую или более маленькую. Если посмотреть на нее графически, посмотреть на нее с точки зрения категории, это довольно простая штука. Нам нужно иметь только функции, которые идут внутрь. И все. У нас функции направления стрелок определяют ее. То есть, если у нас есть стрелочки, которые идут только внутрь, мы получаем раздельную абстрактную систему. Внутренние функции, вот эти вот, которые есть, они не вытекают. Но если же у нас есть хотя бы одна функция, которая оттуда вытекает вверх, то у нас все рушится, потому что здесь композиция, а через композицию мы получаем множество, множество функций. Одна маленькая функция, которая здесь появляется, Она позволяет нам сломать все к черту матери Поэтому это вот просто маленькое замечание Про то, как можно это посмотреть С практической точки зрения С пониманием того, что происходит на самом деле С пониманием на высоком и одновременно низком уровне На этом все Спасибо за внимание Вопросы? Жги Спасибо У меня вообще два вопроса Первый это то, что Как бы это объяснить Вот если взять по аналогии обычную Какую-то науку, например физику То есть, грубо говоря Ученые, теоретики Есть ученые практики И есть уже конкретные инженеры Которые применяют все это и строят, например, автомобили Вот мы инженеры И вот такое впечатление, что то, что вы рассказываете С точки зрения ученого-теоретика И не хватает вот этого промежутка Между теорией И потом вот такой вот связка с практикой И вот уже к инженерам Это вот такая просьба Вопрос у меня по поводу Вашего примера с Drive Можно вот слайдик? Какой из них? Вот этот? Нет Вот который уже показывал композицию функции Нет Нет, с Drive Нет, еще раньше О, вот 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 как я его понимаю Выглядит так, что Если у нас есть композиция функций Lens и ToUpper Что она эквивалентна тому, что мы сделаем ToLover и потом Lens Ну, как я себе это вижу Если кто-то в коде Увидит Такую Конструкцию Понятное дело, что он поймет Что тут ToUpper или ToLover Просто лишнее И как бы выглядит так, что не нужно вообще Лезть в теорию Категории, чтобы это понять О, это из-за того, что я использовал функции Одноарные Я использовал функции, у которых только один вход И один выход Это работает иначе совсем Когда функции Имеют два входа Или два выхода Вот хочется увидеть вот этот пример Что Потому что выглядит так, что Вот это Тот пример, который вы привели Понять Без этой теории Намного проще, чем с ней И вот хочется, чтобы был пример наоборот Что вот Не очевидно Но вот С вашей теорией Очевидно, что это лучше Окей Я отвечу на первую часть Про замечания Вот эта вот презентация Она как раз Пытается дать Прекурсор того, чтобы вы сами Сделали для себя вторую часть Чтобы вынесли Инженерную практику Инженерное понимание А я, по крайней мере, попытался Отдать два примера Или на самом деле Три примера Того, что в инженерной практике есть И то, что на самом деле Можно из инженерной практики Убрать В том смысле Что убрать Все непонятности Все неточности Все разногласия Потому что Холивари тут особо Не о чем становится Нет, на самом деле Все совсем не так просто Ну вот Почему? Вот, например Вот в этих всех рассуждениях Что вы Почему там, например Вот с Кисом И вот Вы пришли Что нужно вот Максимально просто делать Но в реальной жизни Вот вы тут Как бы вот в этих рассуждениях Подразумевали Что проект нужно поддерживать Бесконечно долго Но в реальной жизни Такого никогда не бывает Никто проект Бесконечно долго не поддерживает Все обычно рассчитывают На определенные термины Например Там год Месяц Десять лет И с этим Ну Если добавить Вот эти условия То окажется Что не нужно Упрощать Максимально Как только можно Или К примеру Ваш пример С библиотекой На самом деле Там есть Два Противопречащих Друг другу Условия По поводу Симпл С одной стороны Вы хотите сделать Библиотеку Чтобы ею было очень просто Пользоваться Но с другой стороны Вы хотите сделать Чтобы она была максимально простой Чтобы вам ее писать И эти два условия Друг другу противоречат Нет Самая простая функция Которая мы напишем Она и будет Самой простой функцией Которой легче используется ID функцию Легче всего использовать Так Нет Я имею ввиду Вот тот Грубо говоря API Который вы экспозите Внешний Он Чем проще вы его сделаете Чтоб другим было пользоваться Тем Обычно сложнее Вам его сделать Заимплементить И наоборот Чем проще вам его Заимплементить Тем сложнее Потом им пользоваться Это вытекает Из другого принципа Это вытекает Как раз из солида Это проблема С тем Как это воспринимается Мы можем это Прямо Хорошо пообсудить Если хочется Но Это уже не в теории Композиции будет Точнее Это будет не про композицию Это как раз будет Проманада И все прочее Парахло Но я о том Что очень сложно Понять Как применить Вот эти теории Вот с такими Реальными Условиями В этом идея Предполагается Предполагается Я предполагаю Что месяца через два Эта тема Которую вот я рассказал Она будет циркулировать В вашей голове И вы придете К своим собственным выводам Которые будут уже иметь Реально хорошую Моциническую основу За собой Я не пытался Сделать Сделать выводы Прямо все за вас Это не было Частью моей Этой истории Может быть Через полгода Я уже приду Расскажу Полностью все Но В этот раз Это типа Прикурсов Не всех выводов А хотя бы Примера одного вывода С привязкой К реальной жизни Ну вот Пример того Который я привел Про долгосрочное Поддержание программы Про то Что ее нужно изменять Так? Ну это нереальная жизнь Потому что вы привели Пример с бесконечно Долгим поддерживанием Программы Окей Если есть понимание Что программа Будет примерно год работать Это уже начнет работать В смысле Эта практика уже начинает Принесить плоды Ну Непонятно До какой До какого степени Она начинает работать То есть Ну Чем Чем меньше Вот этот период Тем понятное дело Нужно Меньше стараться Заоптимизировать Потому что Это просто не успеет Окупиться Да-да-да Речь про деньги Про окупаемость Это то Что я не расскажу Я не смогу Хорошо Еще Да Благодарю за Очень интересный доклад Человечество хочет Use case Это понятно Но все Я попытался Двумя Тремя тезисами Сформулировать Вот То что Сегодня было Рассказано И попрошу сказать Верно ли Так сказать Я Сформулировал Значит Ну Тезис первый Граф Который В общем-то И представляет Насколько я понимаю Вот всю идею Взаимоотношений Функций Взаимоотношений Объектов В узлах У нас Не объекты Как таковые А объекты Обладающие Определенными Свойствами Ну то есть Точки пути В которые нам Надо прийти Из точки А В точку Б И в принципе Объекты Могут быть одинаковые Но обладающие Разными свойствами Ну например Тот же пример Скажем Со строками Которую Мы делаем Там Апкейс К примеру Неважно То есть И там строка И там строка Но они с апкейсом Но есть какой-то путь Который к ним есть Идея в том Чтобы Ребра графа У нас Были простейшими функциями И с тем Чтобы Написать Такое количество Минимальных Такое Минимальное количество Простейших функций Чтобы мы могли Из любой точки Этого графа Прийти в любую точку Графа Кратчайшим путем Я верно понял Основную идею Спасибо Да Просто я не рассказал Про путь Про кратчайший путь Это штука Которую нужно определять А я ее не определяю В категории Потому что Точнее определяю в категории Но не в композиции Потому что через композицию Ее невозможно определить Ее только можно определить Когда есть Эти функторы Дурацкие Вот это верный момент Другой момент Классный То что ты поднял Это то что Объекты Что из себя представляют В категории Вот Один подход Который есть Это то что Объекты Это сущности Которые можем Что-либо делать И функции — это то, что делал что-то с объектом. То есть объект first, наверное, можно сказать, такой подход. Есть противоположный абсолютно подход — это function first. То есть мы смотрим на точки вот эти вот... Давайте я найду какую-нибудь... Я сломал все. Смотрим на типы как просто на точки соединения функций. То есть про них ничего не важно. Не важно, как они устроены, не важно, как они называются, не важно вообще про них ничего. Кроме того, что они являются точками, в которые можем вставить начало и конец стрелок. Это можно говорить и так, и так. И то, и другое валидно. Но это как вот в физике из разных определений одной и той же физической сущности можно прийти к абсолютно разным выводам. То есть можно там из определения гравитации через сохранение момента прийти к энтропии. А через... Как называется эта тема? Забыл второй момент. Ну, в общем, второй подход приводит к совсем другому физическому определению. Еще? Помочь мне? Уже нет времени. Совсем, совсем сори. Все, спасибо. Можно еще вклад.